Мир плохих игроков представляет. Злого времени сут, игрочки-скиловички, с вами и я, буква Р, мира дна. И сегодня я решил сделать видео, посвященное танку Т-25, пилот номер один. Кстати, введите промокод BLONDIN и получите спецверсию танка с уникальным камуфляжем, который будет отпугивать любого, кто посмотрит в вашу сторону. Ну да ладно, в общем, я получил этот танк вчера и всё бы ничего, но побочные эффекты мне ещё предоставили в комплекте. Дело в том, что по рекомендациям лечащего врача я теперь должен играть в смирительные рубашки, а то, ну, просто пятый монитор за марафон, это уже, я считаю, перебор. Ну, а клавиатурой я даже уже и со счёта сбился, да и вообще таких цифр ещё человечество не изобрело. В общем, это я вас так подвожу к тому факту, что данный танк вместе с халявой принёс ещё и пипец в рандом. На время марафона разработчики покоряли галактику Ди Цепи, и на планете Деградин, находящейся в 47-м совзвездии малой хромосомицы, варгейминговцы предлагали одноклеточным организмам, по-другому их не назовёшь, которые населяли эту самую планету, принять участие в охоте на пилота. И, собственно, к чему это привело? Программа доступной прем-инопланетянину выполнена, а вместе с ней ещё и деградация рандома шла полным ходом. Но да ладно, мы всё же о танке собрались с вами поговорить. В общем, Т-25 пилот, честно сказать, он взлетел и перелетел все мои ожидания. Я думал, что этот танк будет нечто иное, как неиграбельный кусок демократии, и единственная польза от него, так это слот в ангаре и 100% экипаж в казарме. Но, оказывается, всё не так уж и плохо. Давайте обо всём по порядку. Динамика. Я лично думал, что танк будет, ну, очень медленным, потому что двигатель тут установлен какой-то уж слишком дистрофичный, но всё же это не совсем так. Да, танк медленно разгоняется до своей максималки, но зато 30-35 км в час он набирает весьма бодро и держит уверенно, потому что проходимость по грунтам у него очень хорошая. Но всё же танку, как СТшке, не хватает более мощного двигателя. Вот буквально чуть-чуть больше лошадиных сил на тонну, чтобы танк двигался, ну, чуть поподрее. Однако недостаток динамики особенно чувствуется, когда ты поднимаешься в гору. В общем, на короткие перебежки танк вполне себе способен оперативно перемещаться, так как я уже говорил, танк быстро разгоняется до 30-35 км в час, а вот на длинные переезды танк всё же будет немного отставать от своих одноклассников. Что касается орудия, то тут как раз всё прекрасно. По сути, орудие как раз таки и является фишкой пилотки, стабилизация, точность, время сведения, всё у танка на должном уровне. Пробития бронебойным снарядом 192 мм вполне себе достаточно, и лично я никаких проблем с ним не испытал. В топе прошивать будет практически всё, за исключением фертильного периода ВБРа, когда даже борщ танкует всё, что не падает. Однако к недостаткам орудия можно отнести голду. В то время, когда у Супер фольги 258 мм пробития, а у Першинга 268, у нас тут ситуация, как у корейского Паттона, 243 мм. О чём это нам говорит? Всё просто. Встретив лоб в лоб ИС-7, Маус, Е100 или любой другой твердолобый тяж, мы ему просто нихрена не сможем сделать. Даже в НЛД не всегда будет заходить, только если вы будете находиться с этими танками на очень близком расстоянии, и только если у вашего противника атрофировано правое полушарие мозга, и он не знает, что такое доворот корпуса. В общем, казалось бы, голда должна помогать тебе бороться с высокоуровневыми крепкими танками. А тут особо на голду не надейтесь, и в лоб на ТТ, особенно на имбового туре 5 хэви, не ломитесь. Вообще, танк в общем и целом требует от владельца аккуратности и выдержки, в связи с тем, что динамика не позволит вам взять и слиться в первую минуту боя только во вторую. Я проверял. Да ещё к тому же и брони тут нет. Танк пробивается в лоб, борта и башню. Даже маска орудия не танкует. Конечно, иногда что-то да и будет отскакивать от нас. То лоб отобьёт снаряд под диким наклоном, то маска сожрёт, то гусеница, то задница. Но всё же, на броню не стоит надеяться. Не CDC, конечно, но всё же. Просто считайте, что у вас её нет. И может быть тогда Михаил Дудец подарит вам возможность что-то случайным образом отбить. Короче говоря, держите дистанцию с противником. Кстати, стоит отметить и высокую критосборность танка. Попав в бой с 10 уровнями, меня первым же выстрелом поджёг в лобовую проекцию Маус, и первым же шотом в корму мне вывел двигатель ИС-7. Да и боеукладка вылетает частенько, а вот что касается членов экипажа, то чаще всего уходят в отпуск радист и мехвод. В общем, помните, что при игре прежде всего нужно использовать дистанцию, благо точность орудия позволяет. Также используйте рельеф местности, ведь у нас есть УВН в 10 градусов, что даёт нам эту возможность. К слову, противнику будет сложнее вас выцелить в таком положении. Также можно вести огонь прямо на ходу, ведь стабилизация, она просто божественна, и иной раз складывается впечатление, что играешь на каком-нибудь Объекте 140 или Т-62А. Если сравнивать данный агрегат с Першингом и Корейским Паттоном, то лично по моему мнению он занимает золотую середину. Безусловно, Першинг имеет более грозное пробитие, голдой, показатель сравнимый с СТ-10, крепкую башню, но зато у Т-25 более комфортное орудие в плане стрельбы и более компактные размеры, чем у того же Паттона КР. Броня башни, к слову, у них идентична, и даже несмотря на то, что у Паттона чуть лучше динамика, всё же это не даёт ему такого преимущества, как очень комфортная в стрельбе пилотская пушка. В общем, из недостатков можно выделить недостаток удельной мощности, отсутствие хоть какой-то брони, хотя бы маски орудия танкующей. Частая критуемость и уже лично мои эстетические задвиги внешний вид. Всё же модель танка выглядит ну уж слишком просто. Могли бы хоть грабли какие-нибудь на борт башни прицепить или логотип Пепси на корму. Но, кстати, вы обратили внимание? У танка на маске орудия есть кожух, а это значит, что в мире остался удовлетворённым ваша Грей 921. Давайте же порадуемся за него. Подводя итоги, хочется сказать то, что пусть Т-25 пилот, это не имбовый и далеко не идеальный танк, но всё же танк весьма годный. Лично мои ожидания он превзошёл. Я думал, тут уж всё будет совсем отвратно, но, как оказалось, вполне играбельно. И как танк за марафон, я считаю, он удался. Сразу можно вспомнить ФВ-201, который получился, как по мне, просто отвратительным и неиграбельным. Ни динамики, ни брони, ни нормального орудия у танка попросту нет. Но при этом, давайте вспомним ВЗ-111 с льготным уровнем боёв и Е-25. Тут, я думаю, вообще стоит просто промолчать. И, кстати, стоит упомянуть, наверное, и тот факт, что танк является, знаете, таким классическим представителем американских СТ. То есть люди, которые знакомы с топовыми американскими СТшками, там, Паттон М48, М46, М60. Я думаю, для них этот танк, Т-25 пилот, должен стать достойным тренером экипажа, так как он, в принципе, повторяет их концепцию. Да, невыдающаяся динамика среди одноклассников, но при этом хорошие УВНы, прекрасная стабилизация и хорошая точность. Короче, более подробный обкат будет на стриме, поэтому подписывайтесь на канал, долбите в этот колокол, чтобы не пропустить, и не забывайте ставить лайки и дизлайки, потому что это меня очень возбуждает. А также пишите свое мнение по поводу данного танка. Понравился он вам или нет? Как вы его получили? За ЛБЗ или за Миньет? Спасибо за просмотр и удачи на даче! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok